Там все вот такое, оно все прямо авангардное при авангардное. И изначально я не планировала никогда работать в музее, но так сложилась судьба. И некоторые просто трактуют это, что как будто Никушин специально так задумал, что это был вот такой маленький троянский конь в этой скульптуре. Смотрите, какой пиджак. Какая рубашка! Слушайте, ну это прям диско-стайл. Скульптура Ленина. Многие считают, что это Пушкин. И вот что, рубашка одинаковая, смотри, Семенович. Тоже непонятно, как так получилось, но, видимо, копия дела не сам Никушин. Это на секундочку Александр Невский наш... Тут у нас пасхалочка. Каждый раз на этой знаменитой площади я привожу их своих экскурсантов. Обычно делаю такой жест и спрашиваю, какого века этот памятник. И многие говорят 19-го. Они путают Апикушина и Аникушина. Но если вы смотрели мой проход, где мы заходили в ныне сгоревший особняк, то там как раз я показывал мастерскую Апикушина, которая располагается здесь неподалеку. И вообще, когда я вожу экскурсию, она мне называется от Апикушина до Аникушина. Но до Аникушина мы, как правило, не доходим, потому что он чуть подальше тут располагается. Ну и пользуясь тем, что на дворе минус 20, а здесь плюс, наверное, 20, да? Полагаю, да. Да. Соответственно, мы с вами находимся в музее-мастерской, собственно, скульптора Аникушина. С нами прекрасная девушка Юлия. Представьтесь, пожалуйста. Юлия Мачевская, сотрудник музея, заведующая сектора музейных программ. Видите, какой прекрасный заведующий. И сегодня она нам будет помогать постигать искусство высоко и не очень, потому что здесь есть масса интересных вещей, связанных как с творчеством, так и с жизнью нашего великого советского мастера. Давай начнем, может быть, рассказ как раз-таки вот, собственно, с этого. Это же такое, можно сказать, программное произведение. Насколько я знаю, там был очень такой долгий конкурс, он его еле выиграл и так далее. Да, ну там действительно история конкурса, она тянется еще задолго до того, как памятник был установлен. Памятник вообще установили в 1957 году, а первый конкурс провели еще аж в 1937. И тогда Никушин был студентом Академии художеств и не принимал участия в конкурсе, но уже тогда начал думать над памятником Пушкину. И тогда, это тоже такой не самый распространенный факт, но изначально памятник должен был стоять на стрелке Васильевского острова. Это да, я помню, была такая тема, в народе гуляло, что сначала было, ну в 1937 году, если Фиссарионович очень любил к столетию со дня смерти оставить памятники, что Гоголь, что Пушкин, что сначала, значит, Пушкин читает томик своих стихов, потом, значит, Сталин читает томик стихов Пушкина, а потом Сталин читает томик Сталина. Такая народная байка. Ну, так или иначе, но в 1937 году памятник не установили, не было достойного проекта, потом началась война, и вообще всё это отложили. И уже после войны было принято решение о том, что место установки выбрано неудачно, и, соответственно, возникла площадь искусств. И объявили конкурс на создание памятника на площади искусств. Но тоже конкурс был сначала закрытый, да, то есть только принимали участие в нём приглашённые скульпторы, а Никушина не было в их числе. Комиссия решила, что достойных проектов опять же нет, и было принято решение сделать открытый конкурс, в котором могут уже принять участие все желающие. Это было в 1949 году. Времени было очень мало на подготовку модели для конкурса, но Никушин не применил этой возможностью воспользоваться, потому что, конечно, он грезил Пушкиным. Это его любимый герой с детства и до последних дней его жизни. Фигура, к которой он постоянно возвращался, которую он изучал. Он был своим человеком на мойке 12, говорил, что он ходил к Пушкину на свидание. И был таким вполне себе учёным-пушкинистом. Возможно, мы договоримся, кстати, с господином Некрасовым и сделаем там тоже проходочку. Совершенно потрясающий директор там в музее Пушкина, поэтому ждите. Вот, и Никушин выставляет свою модель. К тому времени Никушин – это ещё достаточно молодой, пока ещё никому неизвестный скульптор. И внезапно комиссия решает, что его проект, он вполне достоин для того, чтобы пройти на следующий этап. И для него это, конечно, много значит, потому что наряду с ним в конкурсе участвуют вполне именитые скульпторы, его учителя, и для него это такой весьма существенный шанс. А они не ревновали его? Ну, сложно сказать, потому что в итоге в финале конкурса остаётся Аня Кушин и скульптор Томский. О, Томский – это человек, который понаставил в своё время Лениных, Сталиных вообще по всей Россиюшке, и не только, даже за пределами СССР. Эти памятники присутствовали. И, собственно, да, ну то есть соотношение сил совершенно неравное. Но в какой-то момент оказывается, что у Томского есть другой заказ, и он, ну, можно сказать, что, может быть, уступает место своему молодому коллеге. В общем, отказывается от дальнейшего участия в конкурсе, а Аня Кушин оказывается победителем. Но это только начало истории, да, потому что мало выиграть конкурс, нужно дальше сделать памятник. Памятник, на минуточку, его любимому поэту в самом центре города. Просто центральнее не придумать, да, перед русским музеем. Это огромная ответственность. И, соответственно, вот этот путь от проведения конкурса до установки памятника занимает 8 лет. Собственно, да, почему так долго? Аня Кушин, у него вот есть модель, с которой он выигрывает конкурс, но эту модель необходимо доработать. Мы с вами сможем увидеть более... Вот эта модель, она уже максимально приближена к тому памятнику, который мы с вами можем увидеть на площади искусств. Хотя тут есть, таки, как минимум, одна деталь, которая не совпадает. Какая? А вот, может быть, вы мне скажете. Я, к сожалению... Ну, поза все та же, да. Ну, плюс-минус, да. Может быть, он что-то в руке не то держит? Можно как раз, да, посмотреть на... В руке, наверное, что-то не то держит. В руке что-то не то, да. А что у него в руке на площади? А вот как бы я знал. Хороший вопрос. Вот тут я наступаю в качестве уже экскурсанта, на самом данном, но я помню, что вот этого и вот там нет. Просто вот это мне бросается в глаза. Это, кстати, такая достаточно принципиальная деталь для Никушина. То есть тут у него какие-то листки бумаги в руке, да, смятые, может быть, черновики, по которым он только-только читает как раз произведение, которое только что написал. Но если мы посмотрим на памятник на площади, мы поймем, что в руке у него нет ничего. Да, у него пустая рука. Да, и это важный момент, потому что в более ранней модели, которую мы с вами сегодня тоже увидим, там еще как бы на шаг назад сделан. Там он в руке держит книжку. То есть это вот такая эволюция, да, книжка, листки бумаги, ничего. И Никушин, он старается уйти вот от этой символики. То есть он считает, что мы должны просто взглянуть на его позу, на его расположение и понять, что перед нами поэт. Нам не нужны никакие дополнительные подсказки для этого, никакие там какие-то, да, аллегории, как это было принято раньше в классическом искусстве. Мы должны считывать это, даже если мы не знаем, кто такой Пушкин, нам просто при одном взгляде на него, на его вот эту свободу, раскованность, все должно быть понятным. А правда, что вот он немножечко взял вот Репинский вот этот, вот жест, да, с его знаменитой картиной, и немножко его трактовал. И поэтому он, типа, попал в резонанс ожиданий таких. Ну, тут сложно сказать, что именно, да, как именно рождался этот образ, потому что были разные варианты. Ну, тут, кстати, да, мы можем посмотреть, собственно, да, поскольку мы находимся в скульптурной мастерской, тут сохранилось историческое скульптурное оборудование, в частности, вот скульптурные станки, с которыми работала Никушин в своё время, которые нам дают возможность, например, посмотреть скульптуру со всех сторон. Скульптура, она круглая, её нужно обходить обязательно. Да, вот видно, видите, крупная. Да, 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 как раз крупным планом эта рука. Дело в том, что первоначальная поза, она плюс-минус тоже такая же. То есть тоже Пушкин у нас стоит, одна рука поднята, другая опущена. Вот в этой в левой руке он изначально держит томик. Но изначальная поза была очень натянутая, очень театральная, совершенно неестественная. Я извиняюсь, перерыву, вот как раз скульптур Томский, который поставил памятник Гоголя на бульваре, там сначала поставил памятник Андрееву. Андреева его перенесли буквально на Никитский бульвар. Вот там как раз Гоголь жизнеутверждающий, с книжкой, всё вот такое правильное. Но как раз вот эти восемь лет у Ани Кушина уходят на то, чтобы избавиться от этой натянутости и театральности в позе, чтобы фигура ожила, чтобы поза стала более естественной, чтобы появилась вот эта раскрепощенность и свобода. И, собственно, над этим скульптор бьётся много лет. Это удивительно. То есть восемь лет человек работает для того, чтобы просто добиться важной пластической формы. Да, да. Чтобы сделать так, чтобы ему самому нравилось. Потому что все комиссии уже всё одобрили и так. Но Ани Кушин был недоволен собой. Он был перфекционист. Он был перфекционист абсолютный. И более того, есть история, что у него уже была готова фигура, собственно, в полную высоту, была готова модель, и оставалось только отлить её в бронзе. Всё уже одобрено на всех уровнях. А Некушин в этот момент подходит его очередь ехать в Италию. Поездка от Академии художеств. Он едет, он изучает там классические образцы, он изучает искусство эпохи Возрождения. Он возвращается и говорит, мне не нравится, я хочу переделать. Я понял, как мне нужно переделать. Это Репин всё время свои картины дописывал. И даже в самой галерее Третьяков там ругался, заставлял, соответственно, не пускать Илью Ефимовича, потому что уже всё, картина куплена, повешена, а он приходит и начинает её домаливать. Ну вот, возможно, если бы у скульпторов была такая возможность, а у скульпторов такой возможности нет. На площади, прикиньте, такой человек немножечко подправляет. И, соответственно, он договаривается в Москве с Министерством культуры, что ему разрешают вот ещё отстрочечку. И он за собственные средства уже приобретает материалы, находит себе мастерскую, на что у него на тот момент нет подходящей мастерской. Большая часть работ они работают в графическом музее, в котором в то время идёт ремонт, вот в параморном зале, собственно, в том числе работает Аникушин. В самом зале, в зал Александра Третьего. Потому что высокие потолки, потому что много пространства, скульптуре нужно много места. Этой мастерской тогда ещё и в помине не существовало. И, соответственно, за буквально там несколько месяцев Аникушин полностью переделывает свою модель. И этой моделью, той, которую мы сейчас видим на площади, он уже доволен. Понятно. То есть на площади стоит вот... Вообще, на самом деле, когда автор полностью доволен своим произведением, это не такой частый случай. Обычно все говорят, ну, я бы там в романе ещё что-нибудь переписал, в фильме я что-нибудь там переделал. Понятно. Хорошо. Я думаю, что есть смысл проследовать дальше. Надо пояснить, что вот эта мастерская, она вообще была совершенно по другим целям. И выделена под как раз Владимира Ильича, о котором мы будем говорить. Здесь это всё, я так понимаю, его, да? Нет. Нет? Как раз таки нет. Не его, да? Нас встречают, да, как-то не странно, может быть, но работа не Аникушина, а работа его супруги, Марии Тимофеевны Литовченко, которая тоже была скульптором, и, собственно, которая работала в мастерской вместе с ним. И вот это вот помещение, где мы сейчас находимся, это как раз её бывшая мастерская, где она создавала свои произведения. Она занималась нам портретным творчеством и мемориальной скульптурой. Так, хорошо. И само здание мастерской, оно было построено уже в 69-м году. К тому моменту уже совсем другая картина. Аникушин уже известный ведущий скульптор. И он выигрывает конкурс на создание памятника Ленину на Московском проспекте. Можно вот там пройтись, как раз там очень хороший визуальный ряд. Памятник Ленину по проекту больше 8 метров. Встаёт вопрос закономерный, где его делать. Подходящего помещения нет. Соответственно, нужно какое-то либо приспособить помещение, либо построить новое. И правительство предлагает Аникушину занять помещение оранжере в Вяземском саду. Но Аникушин работал тогда вместе с архитектором Филиппом Ароновичем Геффнером. Они были дружны. И решают, что перестроить помещение оранжерей будет дороже и сложнее, чем просто снести и построить новое здание. И, соответственно, так и появляется вот эта мастерская. Просто с нуля по индивидуальному проекту, в котором Аникушин принимает непосредственное участие. Ну и тут как раз мы можем увидеть самого Аникушина рядом с уже вылепленным в полный рост моделью памятника Ленину. Надо пояснить, у нас была проходка с Почтальоном Печкиным. Мы как раз финишировали на этой площади. То есть это площадь, которая в сталинские времена планировалась как вообще новый центр города. И, конечно же, там было важно, какой акцент там поставить. Хотя он, естественно, лепил это уже гораздо позже. Да, но там огромный простор на этой площади, совершенно такой нечеловеческий. И, конечно, площадь требует большой скульптуры там. То есть здесь эта скульптура, она смотрится огромной. То есть сейчас она бы даже не поместилась вот на этом месте, потому что позже появилась уже вентиляция. Тут потолки, где-то перепад от 10 до 15 метров в высоту. То есть сейчас нам бы пришлось вот этот вот станок, скульптурную металлическую платформу выдвинуть туда, ближе к центру зала. Но на площади там еще прибавляется постамент в 9 метров, но там совершенно теряется этот масштаб, потому что огромные пространства. Естественно, скульптор это учитывает, когда делает модель памятника. А можно я вот такая блондинка, такая, ой, а скажите, пожалуйста, а вот эта скульптура, вот он стоит, а из чего он ее вылепил? Ну, нормальный, закономерный вопрос. Есть, в принципе, два подхода к тому, как создается скульптура. Первый подход – это взять некий материал, например, камень или дерево, и отсечь все лишнее, как работал Микеланджело с куском мрамора, например. Есть другой подход – взять каркас, взять глину и на каркас налепить глину. То есть налепить все нам необходимо. Именно так работал Ани Кушин. Его материал – это глина. Глину мы потом переводим в гипс, делаем гипсовый слепок, гипсовую форму, и потом уже с помощью гипсовой формы мы можем отлить эту скульптуру в бронзе. И уже бронзовый памятник у нас появляется на улице. То есть вот эта вот фотография – это глиняная модель, вылепленная из глины. Представляете, вот так вот все, бам-бам-бам, и лепим. Это огромная работа, тяжелая работа, поэтому скульптор, естественно, он работает не один. У него целая команда его помощников, его учеников, специально обученных людей, которые отвечают каждый за какой-то свой этап работы. Ну и, естественно, скульптор не сразу начинает лепить восьмиметровую скульптуру. Сначала он делает модели рабочие. Как бы нам попасть в тот зал, где рабочие модели? А вот нет ничего. Можно сейчас пока показать, соответственно, вот это замечательное изображение. Ну вот, кстати, вот это тоже интересная фотография, может быть, не так примечательна на первый взгляд, но она нам немножко приоткрывает то, как скульптор работает над образом. Дело в том, что здесь Аникушин как раз запечатлен во время работы над образом Ленина. Это же кепка. И это ленинская кепка. Он же специально её носил, я помню. Это пальто, вообще одежда начала 20 века, потому что скульптор, он как актёр вживается в роль. Он пытается представить, как себя чувствует его герой, как он может двигаться, какая у него пластика. Более того, он не только носит одежду своего персонажа, он копирует его походку, он копирует его манеру говорить, его жесты. Он начинает хартавить, как Ленин. И это справедливо не только для Ленина, точно так же это справедливо, например, и для Пушкина. Говорят, что когда Аникушин работал над образом Пушкина, он смеялся так же заливисто, как смеялся по воспоминаниям современников Пушкин. Он ходил с тростью, он перенимал какие-то его жесты. То есть это для скульптора столь же важно, чтобы он смог прочувствовать изнутри этот памятник. Интересно, ухлёстывал ли он за барышнями, так же, как Александр Сергеевич? Всё может быть. Это, я так понимаю, уже памятник, который стоит рядом, кстати, с Московской площадью. Собственно, вот как раз оттуда мы начинали свою проходку с Почтальоном Пичкиным. Да, на Площади Победы. Это памятник, который тоже создаётся в этих стенах, уже после памятника Ленину. Монумент героическим защитникам Ленинграда. Тоже это огромная работа. Больше 20 фигур включается. И в очень сжатые сроки Аникушин тоже создаёт эти фигуры здесь, в этой мастерской. Собственно, тоже на фотографиях мы видим здесь глиняные модели полноразмерные. И в музее можно увидеть гипсовые полноформатные модели, в том числе, с которых делалась отливка уже в бронзе. Мы их тоже увидим. Так, ну я думаю, что есть смысл перейти дальше. А это уже какая-то... А это, собственно, вот глиняная яма, откуда скульптор берёт глину. То есть у скульптора всё очень удобно устроено. Да, вот станок, на котором он лепит. Вот глиняная яма рядом, откуда он черпает глину. Не случайно, что глина здесь неравномерно размещена. То есть с одной стороны глины больше, с другой стороны глины меньше. Скульптору это необходимо, чтобы была немножко разная консистенция глины. Где-то она более влажная, где-то более сухая. И он использует разную глину для работы над разными деталями. Это какая-то палитра скульптора. Интересно. Ну, а станок металлический тоже сам по себе интересен. Это в прошлом основание строительного крана. Он может вращаться вокруг своей оси, может выдвигаться по рельсам вперёд. Я так понимаю, вот это некий пульт управления, да? Да, да. Можем снять его вращение. Снять его вращение? Да вы что? Да, например. Special for you. Голубая голова, которая держит Ронин, закивала. Конечно, мы хотим снять вращение. Почему-то я так и думала. Ну-ка. Под барабанную дробь. Приключения «Громозейки» начинаются. Сейчас здесь уже выставка какая-то современная, да? Да, мы этот зал используем для выставок современной скульптуры, уже петербургских разных художников. Вот эта выставка у нас открылась буквально в конце декабря, и продлится она до ноября 2021 года. Это какое-то объединение или это какая-то... Нет, это разные художники, которые присылали нам заявку на участие в Open Call. И, собственно, мы их отбирали под нашу какую-то задумку кураторскую, объединяли их единой темой. И здесь, на этой выставке, мы предлагаем посетителям самим поиграть в куратора, попробовать придумать объяснение разным работам, попробовать придумать объяснение самой выставки, про что это. Очень провокативные все скульптурки в контексте современности. Ну, искусственно оно вообще, да, провокативно. Это то, что многие почему-то не понимают. Все считают, что должно быть какой-то там, не знаю, соцреализм или еще чего-нибудь, да? А то, что ты приходишь и должен задуматься о чем-то, то это вряд ли. Хорошо, я предлагаю проследовать вот в тот зал, где непосредственно у нас находятся модели. Это куда нам? Туда. Так, хочется потрогать прямо то, что здесь висит. Это можно? Ну, потрогать. Ну, вообще, по идее, сейчас эти искусства, оно интерактивное. Да, они сильно не раскачивают, но потрогать его можно. Ой, какая. Это примерно предваряет нам, собственно, нашу тему. Видите, каркас, но без глины. Ну, практически, да. То есть в современной скульптуре уже возможно просто показать то, что раньше посчитали бы каркасом. Кстати, более того, про памятник Ленину. Собственно, это же тоже такая современная реплика, ремейк, можно так сказать. Ну, такой вполне себе памятник. Мне кажется, если бы Маяковский был бы скульптором, он бы примерно так бы... Ну, примерно такая была идея. Мы в 17-м году, когда, с одной стороны, праздновали столетие революции, да, с другой стороны, более локально мы праздновали 100 лет со дня рождения Аникушина, мы решили, почему бы не вернуть Ленина на его вот историческое место, на скульптурном станке в мастерской. И попросили современных скульпторов сделать такой омаж Аникушину и представить памятник, но уже... Омаж – это французское слово, это значит уважение, да, неуважение? Ну, уже в современной интерпретации. И вот появился у нас Ленин. Он немножко меньше, чем тот Ленин, который стоит на площади, но, тем не менее, даёт нам представление о масштабе тех памятников, которые здесь когда-то создавались. Ну, и на прошлой выставке... Вполне себе такой стиль этот Лена, мне кажется. Да, вполне, вполне. Ну, это такое, с одной стороны, размышление о том, да, как выглядит вот Ленин спустя сто лет после революции. Можем поразмышлять о том, о как он будет выглядеть спустя ещё сто лет после революции. И вот в прошлом году на временной выставке нам пришла идея пустить вот этот плющ вокруг скульптуры, который... Это настоящее растение, которое... Ну, это уже такой взгляд в будущее. А так вообще, да, супрематизм в скульптурном обравлении. Я думаю, что в начале 20-х эту скульптуру мы вполне могли бы поставить на постамент и вести во время демонстрации. Потому что если мы посмотрим, как оформляли площади тогда, вот в 19-м, 20-м, 21-м году, например, Дворцовая площадь, там всё вот такое, оно всё прямо авангардное при авангардное. Так, пойдёмте в творческую мастерскую. Ну, вот у нас наш Камергерский переулок в Москве. Где, кстати, я что-то уже, по-моему, второй год даже не проводил экскурсии. Да, тут у нас мы попадаем в такую уже более классическую мастерскую скульптора, где мы видим уже и какие-то модели, да, и слепки с произведений других эпох, которыми вдохновлялся Аникушин, и его личные, вещи здесь же располагаются. Это такое пространство, которое было личной территорией мастера. Сюда могли пройти только его самые близкие люди. И на входе, да, здесь висит занавес. Если Аникушин сюда приходил и хотел побыть в одиночестве, он занавес задёргивал. Да, и все, кто находился в этот момент в мастерской, знали, что так, Аникушин не беспокоить. В занавес нельзя постучать. Это большой плюс. Вот, кстати, вот интересно, опять-таки, смотрите, какая эволюция. Вот здесь вот Чехов, у меня просто есть выпуск про Чехова, который мне там накидали, где рассказывают про его мужские всякие достоинства. Вот он здесь такой более, он такой руки в брюки, ну такой же пацан. А вот тут он уже такой вот такой вот, он уже вот всё, на издыхании, на последнем. Да, это как раз очень интересно, потому что, да, мы уже говорили, что Пушкин – это такой вот вечный герой Аникушина. Вот у Аникушина была ещё вторая любовь в жизни – это Чехов. И если Пушкину, ну так, условно, можно сказать, что ему посвящена первая часть жизни Аникушина, то вторая часть жизни Аникушина – это, конечно, Чехов. Над этим памятником в Москве он работал, ну, почти что 40 лет. Ни много, ни мало. И этот памятник так и остался для Аникушина незавершённым. И как раз здесь мы можем проследить вот эту действительно эволюцию образа. Вот это одна из первых моделей, которая тоже была представлена на конкурсе для памятника Чехову. И действительно, тут, да, ну, он… Такой современный хипстер, я скажу. Современный хипстер, да, именно так мы подросткам и рассказываем. Да, да, да. Вон, как я уже готов. Возьмёте меня гидом сюда? Подумаем над этим. Он уверен в себе, он очень самодоволен, он покоряет столицу. Ну, он же был такой, он в молодости же такой и был, он тоже чехон-то. Он же был, на самом деле, очень активный, любябильный, на самом деле. Да, да. И можно сказать, что в некотором смысле это может быть автопортрет самого Аникушина. Незадолго до этого он установил памятник Пушкину. Он суперзвезда. Студенты выстраиваются в очередь, чтобы у него учиться. Премии, мастерские, заказы, всё его. Да, он себя прекрасно чувствует. И Аникушин говорит про эту модель, что получилось красиво, но как-то легковесно. И он продолжает искать этот образ. Он делает десятки и сотни эскизов. Да, вот я вижу. Тут уже меняется, да, то есть ещё не это, но уже мы видим. Да. Мы видим, что постепенно Чехов у него уже не стоит отдельно, да, ему уже нужно на что-то опереться. А вот он уже такой, это... Он уже не самодовольный модник, да, а уже такой задумчивый философ. И постепенно, постепенно этот образ у него развивается, меняется. То есть даже вот сейчас мы, находясь в этом помещении, можем насчитать штук 20 разных Чехов. Это только малая-малая часть того, что создаёт Аникушин. И, собственно, мы видим, что в конце у него Чехов уже совершенно другой. Он уже больной человек, да, который уже на склоне лет. И он очень уже уставший, страдающий. И Аникушин говорит, что он хотел передать температуру 37,1. Вот эта лёгкая лихорадка, да, которая всегда есть у больных туберкулёзом. И это как такая метафора его внутреннего состояния. Человека всегда сострадающего, человека очень тонко чувствующего. В общем, Чехов начинает любаясь коронавирусом. Ну, в современных реалиях могло бы быть и так. Ему это удалось здесь, на самом деле. Но вот проблема в том, что, как мне кажется, именно этот образ нам доносили в советской школе. Вот он весь такой, вот сейчас без пяти минут, и всё, и грохнется. А когда ты начинаешь считать особенно его ранние произведения, у тебя происходит когнитивный диссонанс, потому что ты не понимаешь. Он же такой в очках, такой доктор, такой строгий, старый, больной. А тут прямо тестостерон прямо сквозит между строк. Поэтому это, ну да, это на закате жизни, но в молодости он бы, конечно, был другим. Тут, конечно, у скульптора есть проблема в том, что памятник, он всё равно, даже при всём желании, он не может показать человека целиком все аспекты его личности. Или, естественно, ему нужно выбрать какой-то убедительный образ. В том-то и сложность работы скульптора, что ему нужно всё равно выбрать какую-то главную черту, которую он хочет в данный момент в памятнике изобразить. Ну, собственно, например, поэтому Аникушин и делает множество памятников Пушкина, и везде Пушкин у него разный. Да, Пушкин, который установлен в вестибюле метро «Чёрная речка», он разительно отличается от того Пушкина, который на площади искусств. Или, например, от того Пушкина, который в вестибюле метро «Пушкинская». Да, это три разных Пушкина на трёх совершенно разных этапах жизни. Понятно. Поэтому тут вот как раз скульптору очень сложно решить, как он показывает своего героя. Я правильно понимаю, что это Вера Игнатьевна Мухина? Да, да, это она. Он это планировался... Для масковой памяти. Подождите, а там вот, господи, в переулке-то это, получается, памятник, это он лепил, да? Да, да. А, вот этого я, кстати, не знал. Я там постоянно вожу экскурсию, потому что там мастерская находится, и, кстати, возможно, мне удастся договориться и там провести. Её недавно точно так же отреставрировали. И там, действительно, стоит памятник, но я всегда показываю фотографию. Здесь она, конечно, такая более точёная, волевая. У неё в жизни лицо было такое немножечко... Тем более у неё там 16 лет была трагедия. Она там съехала неудачно на санках и практически отрезала нос. Она поехала в Париж делать пластическую операцию. Понятно. Я вот не знал этого, на самом деле. Вот, видите, уже... Ну, это дань уважения коллеге. Это ж вообще наша, как говорили, честь, совесть и ум. Она за это... Томский, кстати, по-моему, получил 100 тысяч за Сталина, а она 25 тысяч рублей за рабочую колхозницу. Хотя это... Ну, вы же понимаете, насколько это несопоставимая вещь с точки зрения затрат и всего остального. Ну, вот как раз чем интересно посещение, например, такого музея, как мастерская? Да, тут же есть своя особенность. Мы же не вполне такой в классическом смысле художественный музей. Тут практически нет законченных произведений, потому что, ну, законченные произведения, они вот где-то на улице стоят. Но здесь как раз мы можем увидеть вот это вот, что скрывается за кулисами создания памятника. Вот это вот многообразие промежуточных вариантов. Мы можем проследить за развитием мысли скульптора. И как раз это тоже может быть и интересно нам. Маска посмертная Петра, я вижу. Да, Петра тут же можем мы увидеть в другом конце маску посмертную Пушкина. А Никушин работал над... Были у него задумки памятника Петру, но они не осуществились. Ну, и, кстати, тут еще хочу обратить внимание вот на такой самый маленький экспонатик. Это пластилиновый эскиз, композиции двухфигурные для монумента героическим защитникам Ленинграда. И вот, собственно, с таких вот крошечек начинается большой памятник. Просто скульптор берет в руки пластилин. Сначала он рисует на бумаге, делает набросок. Что-то очень быстро зарисовывает, фантазирует, как это может быть. И потом уже работает с объемом, берет проволочки, берет пластилин и набрасывает уже в объеме. В объеме он может понять, например, что одна фигура лишняя и убрать ее. И дальше уже он масштабирует это произведение, уже додумывает какие-то детали. И вот в итоге из этого вырастает многометровое произведение. Давайте поговорим про самое интересное. Смотри, вот сними вот там скульптурку вверху. Вот там вот тут. Я просто делал пост на свое время у себя. И там некоторые особо одаренные граждане, они писали. Я знал, что все скульпторы, они извращенцы. Это голый Ленин, ребята. И вот здесь еще у нас один голый Ленин. Видите? Да, это голый Ленин. Это экспонаты из разряда «Теперь вы видели все». Теперь вы видели все, друзья мои. Вы видели голого Ленина. Но, естественно, скульптор Никушин лепил голого Ленина не потому, что он, так сказать, не будем даже комментировать, а почему. Ну, да, действительно, тут великое искушение решить, что Никушин был настолько прогрессивен в своих взглядах, что хотел установить на Московском проспекте голого Ленина. Но не совсем это так. А Никушин действительно был прогрессивен в своих взглядах. И, кстати говоря, сказали, что образ Чехова, он такой вполне школьный, как из учебника. Вот образ Ленина он хотел решить совершенно не классически. Потому что к 70-му году, когда устанавливался памятник, существовала уже традиция, как изображать Ленина. Лениния, да. Самое настоящее. Да. И Никушин хотел сделать шаг в сторону от этого. Он хотел показать Ленина очень страстным, очень молодым, горящим, таким человеком, который способен поднять за собой. И он у него очень ведь энергичный, очень динамичный, да, очень динамичная поза вот эта, вытянутая вперед рука, выкинутая. Он опирается только на одну ногу у него, центр тяжести смещён. В народе называется «Танцующий Ленин» этот памятник. Мы ещё поговорим про некие народные наблюдения. Есть у меня один вопросик такой, мягко говоря, не из области искусствоведения, но я его приберегу пока. Ну, то есть в этом смысле Никушин, он мыслит вполне так, да, внешаблонно. И тем не менее, да, почему Ленин обнажённый? Ну, тут на самом деле никакой какой-то интриги нет. Дело в том, что это этап работы, через который проходит любой классический скульптор. А Никушин работает в академических традициях, и ему очень важно правильно передать анатомию человека. И, соответственно, для этого он сначала работает с обнажённой натурой. Он приглашается натурщик, который похож по телосложению на его героя. И скульптор пролепливает вот всё тело, чтобы у него локти, колени и прочие части тела все были на месте, там, где надо. И уже потом сверху влепливается одежда, одевается герой. Ну, собственно, об этом можно догадаться. Это отличная надпись. Не брать. Вот смотрите, вот здесь какой отличный вообще Чехов. Он сейчас на танцполе прямо практически без пяти минут. Посмотрите, какой у него тут тоже чубчик кучерявый. А здесь такой, типа, ну чё. Немножечко. Да, действительно, это крайне интересно. Так, и вот, я так понимаю, вот тот самый Пушкин, да, про которого мы говорили? Вот как раз-таки тот самый Пушкин. С книжкой. Образца 49-го года. Ну, видна тут как раз разница. Да, колоссальная. Вроде бы, ну формально всё примерно то же самое. На самом деле, да, всё очень... Но нету вот этой живости, нету этой естественности. Как говорят, пластичности. Да, и это вот, ну как раз те, да, детали, которые для скульптора принципиально важны, над которыми он, ну, работает много лет. А вот там, я смотрю, Ленин на постаменте даже. Да, у него было несколько вариантов памятника Ленину для разных мест. И для московского Кремля он делал проект памятника, и для Саяно-Шушенской ГЭС. И более того, памятник на Московском проспекте сперва должен был располагаться на площади Восстания. И были у него проекты для площади Восстания. Понятно. Я не могу не задать этот вопрос, потому что, ну, есть же эта знаменитая история, что если встать на определенной точке площади, то рука у Ленина начинает выпирать как некий детородный орган. И, естественно, народ задается вопросом. Это случайно, намеренно или как? То есть, ведь когда ты делаешь скульптуру, ты ее рассматриваешь со всех сторон. Очень подробно и прочее. И некоторые просто трактуют это, что как будто Аня Кушин специально так задумал, что это был такой маленький троянский конь в этой скульптуре. То есть вообще, как бы... Ну, я понимаю, что это, мягко говоря, не академический вопрос. Но мы, слава богу, да, и здесь не в очень академической среде. То есть есть вообще какие-то объяснения? Ну, то есть в этой области, конечно, вопроса, спала ли Екатерина II с лошадьми, да, от американских туристов, но тем не менее. Ну, я боюсь, что этих подробностей мы уже не узнаем. Ну, я думаю, что тоже нет. Можно только домысливать. Ну, вот как реагирует, допустим, ну, спрашивает наверняка? Нет, не спрашивали никогда. Ну, кстати, этого вопроса ни разу не задавали, нет. Здесь уже у нас есть еще и одежда его, и вот эти вот ленточки замечательные. Да, ленточки – это его личная коллекция. Такая маленькая слабость. Аня Кушина как почетного гостя часто приглашали на открытие выставок, на открытие памятников. Это вот то, что перелезается лента. Перелезается, да, он любил вот взять и отрезать, и забрать с собой с разных памятных каких-то событий. Смотрите, какой чудесный значок Ленинград. Голубок, почти Пикассо. А это его одежда. Да, его рабочая одежда. Кепочка та самая. Собственно. Или не та самая. Да, да. Та самая? И более того, если мы заглянем в шкаф, увидим там тоже одежду. Только заглянем в шкаф. Набор белых рубашек сверху. Аня Кушина всегда следил за своим внешним видом. Смотрите, какой пиджак. Ох, какая рубашка. Слушайте, ну это прям диско-стайл. Обалдеть. Под рабочую куртку он надевал белую рубашку выглаживую. Хотелось бы теперь перейти в то помещение, где он жил, потому что оно меня поразило, если честно. Это возможно? Это вы что имеете в виду? Ну вот то место, где у него там самовар стоит. А, гостиная. Да, гостиная. Потому что вопрос, да, не случайно. Он не жил. Ну не жил, я имею в виду. Но оно производит впечатление абсолютно жилого помещения. Да, да. Дело в том, что это вот как раз очень частый вопрос. А, вот, кстати, памятник Ломоносову. Да, это проект памятника Ломоносову. Это то, что рядом с университетом у нас. Да, но который, собственно, Никушин не выиграл этот проект. Вот это вот я имею в виду. То есть это ведь такой контраст. Вот там у нас все такое, значит, рабочее строгое. А тут заходишь такая абсолютно домашняя сфера. Камин. Вот это меня просто вышибло у меня как бы все пробки в голове. Вот это камин. Да, камин, пианино. Представляете, вы поработали, да. И вот вы приходите сюда. Камин, стол, самовар. Мебель. Два пианино. Такого 19 века. И дерево. Дерево, оно всегда создает такой вот уют определенный. Уют. Окно в сад выходит. Да, действительно, очень контрастное ощущение. Ну, неплохо жил, можно сказать. Я имею в виду, что не жил здесь, а в принципе. Да, но просто на самом деле очень частый вопрос, жил ли здесь Никушин, да, в этом доме. На самом деле он тут не жил. У него была квартира рядом на песочной набережной. Но действительно он хотел, чтобы вот в мастерской было такое, такая гостиная, где можно было бы отдохнуть, встретиться с посетителями. И это было по воспоминаниям, да, тех, кто здесь бывал. Самое оживленное место во всей мастерской. И здесь явно прослеживается такая увлеченность Никушина вот этой усадебной жизнью начала 20-го или даже 19-го века. Вот эти вот люстры в стиле пушкинской эпохи. То есть Никушин, он, видимо, ему это было близко, да, и не зря он любил Пушкина, Чехова. Здесь, видимо, ему хотелось вот тоже создать какой-то такой вот уголочек какой-то усадебной жизни. И у Никушина было огромное количество посетителей, как его друзей, да. Он очень был активным человеком, душой компании, общался со многими людьми. И, соответственно, тут устраивались какие-то застолья. Но точно так же его мастерскую показывали всем гостям из других городов, из других стран, что вот какие прекрасные условия в Советском Союзе созданы для художников, для скульпторов. Чем сейчас живет музей? Что здесь происходит? Вообще, хотелось бы еще узнать в контексте того, ну, поскольку здесь появился памятник Ленину, а к Ленину сейчас отношение неоднозначное, то, соответственно, как эту проблему мастерская решает? Потому что, понятно, в советское время, когда водили сюда экскурсии, я там не был, но я абсолютно уверен, что основной акцент был, конечно, на этом. Да, то есть сейчас мы видели, да, и идет, жизнь кипит, все бурлит, экспозиция и так далее. Значит, что происходит? Ну, действительно, у нас достаточно активная жизнь. Мы стараемся, с одной стороны, уделять внимание нашей постоянной экспозиции, рассказывать про жизнь и творчество Никушина, и более того, рассказывать не только про него, но и еще рассказывать вообще про искусство скульптуры. Как его смотреть, как его понимать, потому что это далеко не всегда очевидно людям. Потому что мы часто сталкиваемся с тем, что люди не знают, как вообще к скульптуре подступиться. Нам часто кажется, что, ну, живопись – это что-то такое более, вроде бы, понятное, более что-то очевидное, близкое нам, а вот скульптуру непонятно, как воспринимать, как оценивать, и часто мы как-то вообще не обращаем на нее внимания. И, соответственно, мы стараемся вот этот вот мостик перекинуть и помочь людям в первую очередь смотреть на скульптуру, обращать внимание на детали. То есть такое искусствоведение для чайников. Ну, очень-очень легкое, да. Просто вот, например, показать различия между памятником Пушкину и памятником Ленину. Потому что, ну, вроде у них такая тоже, на первый взгляд, похожая поза. Вот поднята правая рука, левая опущена, там какая-то одежда развивается. И, например, вот этот памятник, который уже современный, да, скульптура металлическая, которая у нас на станке стоит, которая скульптура Ленина. Многие считают, что это Пушкин. И на первый взгляд, причем взрослые даже чаще, чем дети. Ну, что, ружут одинаковые, смотри, Семенович. И мы как раз рассказываем, да, почему это невозможно. Почему при какой-то внешней похожести, если мы, например, уберем головы Пушкина и Ленина, мы вообще-то не можем их спутать. Потому что явно один из них политик, а другой из них поэт. И для скульптора это принципиальное различие. Как раз-таки, как так выставить позу, да, чтобы это считывалось с нами на подсознательном уровне. И мы помогаем вот обращать внимание на эти детальки. Обращать внимание, как скульптор, например, вылепливает кисти своих персонажей. А кисти рук – это такая деталь, которая не менее важна, чем лицо для скульптора. Вообще, Аникушин считал, что по рукам можно сказать, что за человек перед вами, какой у него характер. И, например, искусствоведы тоже считают, что по кистям можно определить, кто автор памятника. Ну, это, я так понимаю, вот как раз метрополитен наш. Да, это как раз памятник Пушкину со станции метро Пушкинская. С ним связана такая любопытная история. История из жизни памятника после того, как его установили. Дело в том, что это оригинальная модель, которая изначально стояла в помещении метрополитена. Вот это, да. И дело в том, что то ли в 80-х годах, то ли ещё когда-то произошло некое пришествие. Мы не знаем точно, что случилось, но по итогу была часть кисти потеряна у памятника. Ну, может быть, произошла драка на станции. В общем, скульптура пострадала. И тоже не совсем нам тут понятны детали, но, по всей видимости, скульптора попросили отреставрировать работу. Но вместо этого была сделана копия. И, видимо, тоже непонятно, как так получилось, но, видимо, копия дела не сам Аникушин, потому что там есть одна маленькая, но очень важная для Аникушина деталь. Дело в том, что Аникушин, создавая этот памятник, он вдохновлялся стихотворением Пушкина «Осень». Да, Пушкин изображён в царском селе. Он гуляет по парку и присел отдохнуть буквально на пенёк и, видимо, тоже сочиняет в этот момент стихотворение. И у Пушкина в руке должна была быть веточка рябины. «Осень» – любимое время года. Поэта, как мы знаем, если мы с вами отправимся на станцию Пушкинская сейчас… Нет рябины. Рябины нет. Есть кое-что другое. Цветущая сирень. Вот так вот осень превратилась в весну. Совершенно невообразимым образом. Что, конечно, очень странно, потому что весну-то как раз Пушкин терпеть не мог. И Аникушин, знаток Пушкина, никак не мог его изобразить с веткой сирени. Понятно. Но вот такие метаморфозы иногда происходят. Соответственно, тут на модели наши реставраторы было принято решение ничего не восстанавливать, хотя есть фотографии модели памятника, где он с рябиной. Там это ясно видно. Но вот было принято решение эту утрату не восстанавливать, оставить как есть. А вот это Пушкин уже такой вполне, ну, почти опекушенский. Это Пушкин за, собственно, буквально непосредственно перед дуэлью, да, уже максимально близко к своей гибели. Вот так вот можно помнить вот этот вот его «Храни меня, мой талисман». Вот он, собственно. Он носил два вообще кольца. Вот здесь должен быть один. И на большом пальце. Но вот здесь он разобразил одно кольцо. И это модель памятника для Чёрной речки. Соответственно, да, тут уже совсем другое настроение, такое более драматичное, трагичное. А это у нас? Это у нас Галина Уланова, которая, её бюст установлен в Парке Победы на аллее героев. Суланова Никушин был хорошо знаком. Она приходила ему позировать. И тут она изображена такой вот молодой, летящей. Ну, как и надо балерине. У нас с детьми игра, да. Угадайте, кто эта женщина? Какая у неё профессия? Какая у неё профессия? Ну, кстати, да. И да, как изобразить балерину так, чтобы это было понятно. Хотя мы не видим ни её тела, ни ног, ни пачки, ничего. Но вот это изящество, да, оно вот с помощью рук, с помощью наклона головы, с помощью развивающейся одежды, оно чувствуется. Мухину мы опять-таки видим. А это Чайковский? Да, да. А Никушин хотел сделать памятник Чайковскому, но, к сожалению, не получилось. Интересно, а где он планировал установить? На театральной площади. На театральной площади. О, интересно. Так. И совершенно прекрасный Черкасов, который... Это надгробный памятник, который можно увидеть в некропиле мастеров искусства. Это, на секундочку, Александр Невский наш. Именно он. Да, тот самый, который на ордене изображён. Кто? Найдите 10 отличий, да? Вот это великое мастерство артиста. Преображаться. Ну, тут, конечно, совершенно прекрасно. Это, да, очень такой острый памятник. Вроде бы он в статичной позе, он сидит на стуле, да? Но сколько в нём напряжения, сколько в нём внутренней жизни, какие у него вот острые черты. И Аникушин этого добивается за счёт позы, за счёт искажения пропорций, к слову. Да, несмотря на то, что мы говорили, что Аникушину, как скульптору, работающему в академических традициях, ему очень важно показать правильно анатомию, но он себе может позволить от этой анатомии отступить. Как он говорил, да, нам важнее всего правда художественное. И у Черкасова у него, и, кстати, у многих других героев Аникушина, у него неподобно узкие ступни, узкие кисти, очень длинные пальцы. Вот я хотел сказать, что на самом деле, если его поставить, вот эту скульптуру, да, то он вот так вот будет стоять. Да, посмотрите, какие у него при этом изящные маленькие ножки. Да, ножки, да. Такого не может быть в реальной жизни. Да, но в данном случае Аникушина не интересует то, что может быть в реальной жизни. Его интересует вот эта самая правда, та истина, которая нам показывает характер человека, его внутреннюю сущность. И это такая характерная особенность творчества Аникушина. Тут у нас Чехов вообще с шляпой даже и с палочкой, с тростью. Да, есть и такой Чехов. Этот, кстати, памятник, он тоже установлен в городе Чехов перед музеем писем. Понятно. А это у нас кто такой мужественный? Это Бехтерев. А, ничего себе. Прямо смотрите, как будто этот русский витязь. Да, есть действительно у него такое сходство с какими-то русскими богатырями. Но это надгробный памятник Бехтереву. И также Аникушин сделал бюст Бехтерева, который установлен перед Бехтеревским институтом. Там совершенно тоже другой образ. Более такой оживленный. Витрина, посвященная созданию монумента героическим защитникам Ленинграда. Центральное место здесь, конечно, занимает модель скульптурной группы Блокада, которая со самой площади не видна. Она находится вот в этом утопленном зале. И как раз-таки это гипсовая модель, с которой делали уже непосредственно отливку в бронзе. Вообще, это большая редкость, что такая модель сохранилась. Обычно их уничтожают уже за ненадобностью, потому что их вообще-то не надо хранить. Ну, Аникушин мог себе позволить такое. И он, поскольку для него этот памятник очень личный, очень важный, он весь построен на каких-то личных воспоминаниях о военных годах, а Аникушин прошел всю войну в качестве добровольца, он ушел на фронт, то это такой для него проект особо значим был. И, собственно, еще нам эта модель интересна по нескольким причинам. Во-первых, мы хорошо видим, что она неоднородна. Мы можем увидеть здесь вот эти вот… Ну, как кто-то считает, что это трещины. Но это не трещины, это стыки между фрагментами скульптуры. И это нам как раз иллюстрирует то, как работает скульптор. Дело в том, что… Да, вот вы спрашивали, с каким материалом скульптор работает. Да, он работает сначала с глиной, но потом делает, ну, можно сказать, копию, форму из гипса. И делает он ее не цельную, он ее делает по кускам. Самый, наверное, частый вопрос, который задают посетители на экскурсиях, а как отсюда вывозили эти многометровые скульптуры, да? Стену, что ли, разбирали? Ну, стену не разбирали, разбирали скульптуру. Разбирали скульптуру, Да, собственно, это по частям, как такой пазл, который уже на заводе отливается в бронзе, и там уже собирается в цельное произведение. Все это, естественно, все части, все этапы контролируются скульптором, авторский надзор происходит, все потом скульптор там лично полирует, сглаживает все швы, но вот так это происходит. И еще интересно, если мы посмотрим вот на этот памятник, собственно, Аникушин, он хотел уйти от вот этой монументальной обобщенности. Ему было важно, как он говорил, показать обычных людей, живых, таких же, как мы с вами. И интересно, что тут можно проследить еще влияние всей той же эпохи Возрождения. Ну, конечно. Потому что, по большому счету, это же вот сюжет пьеты, оплакивания, снятия с креста, который вот в такой необычной форме воплощен. Хотелось бы закончить вот на чем. А каков путь, соответственно, научного сотрудника Юлии? То есть, как она оказалась в этом замечательном музее? Ну, оказалось, я изначально частично работала в пиар-отделе музея, частично вот работала, помогала на каких-то проектах в мастерской Никушина. То есть, ты изначально по профессии кто? Изначально по профессии я пиарщик. Пиарщик? Да, да. Пиарщик, и еще у меня второе образование филология. И изначально я не планировала никогда работать в музее, но так сложилась судьба. Я долгое время работала с проектом Ночь музеев, так попала в музейную среду и постепенно поняла, что мне это действительно интересно, меня это привлекает, мне интересно придумать, как рассказать посетителям про что-то, про какие-то предметы. Интересно придумывать концепции выставок и то, как вот эти мостики между посетителем и художником, как их можно навести. Как бы ты оценила, не знаю, не в глобальном или в петербургском плане сейчас, вот когда приходят какие-то молодые сотрудники в музейную среду и они понимают, что мир изменился, музейная среда изменилась и стоит приехать в любую там Европу или вот в музейную столицу Вашингтон, где все музеи бесплатные и они абсолютно обалденные, интерактивные и так далее. И есть ли какое-то, ну не обязательно говорить про какие-то конкретные вещи инженерал, есть ли какое-то может быть предсостояние с представителями старой школы, которые что-то не хотят там менять или прочее. Как у Вас это происходит? Органичное, неорганичное? Ну конкретно у нас в музее или вообще в целом? Ну вообще, в принципе, да. Ну мне кажется, что в Петербурге в целом такая достаточно традиционная, достаточно консервативная музейная среда пока что. Ну вот это как раз то, о чем я хотел сказать. Да, и ну не так много каких-то появляется проектов действительно таких дерзких, действительно смелых, да, которые как-то переворачивают наше представление о том, что является музеем. То есть в этом смысле мне, ну на мой взгляд, пока еще в Петербурге это очень большая зона роста. Хорошая новость для жителей столицы. Еду в ваш прекрасный город с гастролями будет как всегда плотный экскурсионный график. Одна экскурсия в пятницу вечером, две в субботу и две в воскресенье. Анонсы есть как на сайте, так и в группе ВКонтакте и в Инстаграме я тоже об этом народ оповещаю. В продаже имеются бумажные изделия, роман, остросоциальный триллер Корень и путеводитель Невский с перцем. Все это можно приобрести на сайте. Уважаемые москвичи, если вы хотите приобрести эти книги после моих экскурсий, пишите об этом, возможно, я с собой их захвачу. Ну и еще одна новость. Я таки завел себе Яндекс.Дзен, где вас будут ждать подборки с разными историческими фотографиями и небольшими комментариями. Думаю, будет интересно. Все необходимую информацию вы найдете в описании под этим выпуском. Вам еще вероятно понравится кое-что, что тут еще есть, скрытое от глаз, так сказать. Есть твоего покамера, да, да, да. Тут у нас пасхалочка есть. О, здравствуй, Дедушка Мороз, ты подарки нам привез. Зато, зато здесь очень можно осмотреть, рассмотреть глаза, посмотри, они разные, во-первых, глаза разные, у него. Это вот еще одна причина, чем хорош музей-мастерская. На улице мы с вами никогда в жизни не сможем заглянуть в глаза Ленину, потому что они находятся на высоте 15 метров. немножко левый чуть-чуть прищур такой у него, да, а дальше. А вот Юлия, есть что-нибудь сказать напоследок, знаешь, как в КВНах, и о чем бы хотелось сказать в конце? Ну, в конце хотелось, естественно, всех позвать в музей. Да, приходите, друзья мои, оставим ссылки на музей в описании под этим выпуском. Большое спасибо за увлекательную экскурсию, вы, соответственно, приезжайте, вот вам очередной культурный объект, как вы понимаете, многогранный, многопрофильный, с такими чудесными сотрудниками, задавайте вопросы, пишите комментарии, мы с вами еще встретимся ни в одном музейном пространстве. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok